всем привет меня зовут татьяна и вы на новом открывшемся канале как получается начинаю свое первое видео свой канал не с обзора своих начатых процессов из обзора своих запасов не с апреля месяца стартов а с вопроса все знаете да что вышел лонгдог пандемия ну как всегда бывает все побежали я побежала всем надо было вышивать мне тоже надо было вышить этот лунгдог я его благополучно скачала стал вопрос на чем вышивать но хочу сказать что это мой первый лунгдог давно на них засматривалась но как то вот все не складывалось а тут и сам рисунок очень интересный много детали ничего не было отталкивающего для меня и под вопросом что-то каких-то мотивов и элементов вот поэтому решила начать его вышивать ну как обычно бывает нужно прям срочно покупать не хочу какую ткань для него специально потому что схема бесплатная хотелось вышить что-то из своих запасов чтобы это был такой эконом вариант как мы все в карантине сидим сдержанные ни на что не тратимся пользуюсь тем что есть вот какой у меня вопрос чем в принципе пришла на youtube есть у меня в запасах две ткани которые по размерам подходит под этот сэмплер под эти размера он достаточно большой 365 на 429 крестиков это прям серьезно стандартные размеры под него не подходят поэтому у меня подходящие нашлись это 28 каунт джобалин китайский жемчуг но это 28 каунт и был с 32 ручного окрашивания равномерка на траве окрашивание очень деликатная часа беру лишняя очень даже даже здесь на видео очень интенсивно оба подходят по размерам идеально но они огромные просто невероятно огромное это будет такой знаете ковер из советского союза почти на всю стену и значит выбрала я приблизительные цвета то есть основные мотивы это будут какие-то такие синие серы грязные невнятные пыльные сами знаете да как сейчас очень все любят и как это модно чтобы это не резало глаз чтобы это не раздражало и чтобы когда они будут выцветать со временем чтобы типа так и надо было на камере они выглядят очень ярко очень резко в жизни это совершенно так девочки и мальчики посоветуйте на чем не вышивать 28 каунт или 32 по размеру они практически но отличаются конечно там 5-10 сантиметров но в масштабах этих отрезков это просто незначительно что скажете я прям мучаюсь потому что с одной стороны вроде как был в основном поменьше это ли он здорово смотрится но это ручное окрашивание и как она себя поведет при стирке по прошествии 10 лет когда наконец-таки закончилась непонятно вдруг там это окраситься эти нитки хотя принципе они это грязные на пыльные пускай красится также вот или вышивает на комфортном 28 каунте на джобелине достаточно приятная основа я на ней вышивала она была правда ручного окрашивания нет не ручного нам было неравномерного окрашивания покупал на один-два-три стичь мне понравилось тем более так она прям плотненькая достаточно кто чтобы выбрал подскажите пожалуйста и вот я решила вам снять как они отличаются по размеру два этих отреза то есть видите да что они конечно отличаются и поля у них остаются приблизительно одинаковые на двух этих отрезах ну то есть там прям совсем незначительно сейчас у вас окрас совершенно не соответствует действительности он очень резкий очень контрастный это не так в жизни он еле-еле заметны вот я просто хочу показать какого они размеры то есть вот детская кровать 60 сантиметров больше 90 сантиметров ширина вот они так занимают такое место такое пространство то есть ковер на пол стену получится конечно знатный но хочется попробовать что скажете